МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. Оплата по заслугам. Сегодня трудовые пенсии выросли больше, чем на 6,5%. Питание должно быть полезным. Ученикам сегодня начали выдавать молоко. И фотографы-нефтяники в «Газпромнефть» подвели итоги фотоконкурса. Алкоголь, энергетический напиток и курительная смесь. Употребленная все это вместе стало настоящим смертельным коктейлем для одного из жителей города. 23 января в одной из квартир по улице Держинского собралась компания молодых людей. Эта посиделка закончилась трагически. Погиб 18-летний парень. А по городу тем временем стал распространяться слух, что от передозировки наркотиков умер школьник. В следственном комитете эту информацию опровергли. Уснули, а проснувшись, обнаружили одного из своих товарищей мертвым. Видимо, это и породило волну слухов о том, что молодой человек умер от передозировки наркотических средств. В настоящее время Следственный комитет располагает достоверной информацией о том, что причиной смерти молодого человека явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей желудочными массами и возникшая в результате этого дыхательная недостаточность. В ходе проведенной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе и присутствовали ли в содержимом курительной смеси наркотические или какие-то другие сильнодействующие вещества. Трудовые пенсии сегодня выросли больше, чем на 6,5%. Прибавку получат порядка 110 тысяч ямальцев. Индексации подлежат все виды трудовых пенсий, то есть по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. По предварительным данным, средний размер трудовой пенсии в округе превысит 15 тысяч рублей. При этом средняя трудовая пенсия составит около 16 тысяч. По инвалидности около 11 тысяч рублей, а по случаю потери кормильца немного больше 7 тысяч рублей. На Ямале установили прожиточный минимум за четвертый квартал 2012 года. Дмитрий Кобылкин подписал соответствующее постановление. Согласно документу, величина прожиточного минимума на душу населения составила 10 тысяч 851 рубль. Таким образом, она выросла на 116 рублей. Для трудоспособного населения рост составил 130 рублей, для пенсионеров – около 80. Таким образом, индексация прожиточного минимума составила менее 1%. Напомню, на основании этого показателя определяются размеры пособий и других социальных выплат. Союз ветеранов локальных войн наконец обрел свое помещение. Почти 150 квадратов вместо изначальных 15 им выделил муниципалитет в деревянном здании в поселке УТЖС. А депутаты на первом в 2013 году заседании городской думы утвердили такое решение. Здание бывшим солдатам выдано в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. Правда, сначала помещение придется привести в порядок, но ремонт Союз взял на себя. По плану ветераны локальных войн будут заниматься с молодежью и развивать такие виды спорта, как парапланиризм и авиамоделирование. Сегодня школьникам Ноябрьска начали выдавать молоко. Напомню, это в рамках муниципальной программы, которая рассчитана на 3 года и направлена на оздоровление детей. Наша съемочная группа узнала, любят ли ученики молочные продукты. Молочная перемена. Школьники уже окрестили время, когда они будут получать молоко. Ежедневно, как минимум в течение трех лет, каждому классу с 1 по 11 будет выдаваться вот такая коробка полезнейшего напитка. И единственное, что изменится в скором времени, вместо смешариков, их школы получили только в качестве первой партии, будет специальное, изготовленное по заказу Янау, молоко-шпаргалки. Помимо витаминов и кальция, оно подарит детям еще и знания. На пачках напечатают правила по русскому языку, географии и другим предметам. По пищевой ценности, конечно, молоко равных, скорее всего, наверное, нет. Потому что, сами знаете, с детства, да, с грудным молоком начинается наша жизнь. И я думаю, что и должна продолжаться, тем более, учитывая здоровье наших детей, оно нам просто необходимо. Ноябрьск первый в округе воплотил идею с молоком. Поводом для этого послужили санитарные нормы, в соответствии с которыми все школьники в образовательных учреждениях должны быть обеспечены двухразовым питанием. Однако технической возможности приготовить второй завтрак или второй обед в школьных столовых просто нет. Единственной альтернативой или даже единственным разумным выходом из положения стало молоко. Молоко намного лучше, можно попить и полезный продукт. И эта идея мне очень понравилась. Неожиданно было. Все думали, как бы платно, мы будем покупать или нам будут давать бесплатно. Молоко для детей, конечно же, будет бесплатным. На это удовольствие средства выделены из муниципальной казны. На год планировалось 32 миллиона рублей, но вписались в 22. Причем за эти деньги школьники будут получать такое молоко, которое обработано по специальной технологии, позволяющей сохранить все полезные свойства напитка. Старшеклассники же говорят, что не буду, не буду. Потом вот бесплатно же вышла новость, что будут раздавать. И все бьют. К слову, через время, когда в школах будут проходить медосмотры, специалисты департамента образования проведут мониторинг, который покажет, как изменилось здоровье учащихся после введения молочной перемены. Ирина Потехина, Григорий Куруптев. Новости нашего города. 90-летний юбилей сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны, жительница города Ноябрьска Анна Захаровна Струйло. С такой красивой и достойной датой поздравить лично женщину приехали глава городской администрации, руководитель службы соцзащиты населения и представитель городского общества ветеранов. Юбилярше подарили цветы, мультиварку и, конечно, теплые слова. По поручению президента Владимира Владимировича Путина, губернатора Дмитрия Николаевича Кабулкина, и от нас лично, сердечно поздравляем вас с такой замечательной датой. Потому что 90 лет бывает раз в жизни, да? Раз в жизни. И не думала, до жизни до 90. Да, мы вам желаем, искренне желаем, чтобы вы как можно дольше жили и радовали своих близких. Потому что на самом деле родители, бабушка, прабабушка, может быть, уже теперь, да? На самом деле вы очень-очень нужны. Госавтоинспекторы провели профилактическую работу с новоиспеченными водителями. Им показали социальный ролик о дорожной безопасности, озвучили статистику ДТП в регионе и подарили наклейки с восклицательным знаком. Проводить подобную работу с выпускниками автошкол сотрудники ноябрьской ГИБДД решили регулярно. Дело в том, что с каждым годом растет количество аварий, совершенных по вине неопытных водителей. Так, в прошлом году произошло 25 подобных ДТП, в которых пострадали порядка 40 человек и один погиб. С начала нового года «Газпромнефть-Ноябрьский нефтегаз» уже по традиции принимает студентов. Старшекурсники нефтегазовых вузов и СУЗов проходят на предприятии производственную практику. В этом году такую возможность получат порядка 250 будущих нефтяников. Один из них – Никита Примов. Сверху вытачивается под углом 90 градусов. У студента пятого курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Никиты Примова первый день преддипломной практики. Ее он будет проходить на Спорошевском месторождении «Газпромнефть-Ноябрьский нефтегаза». Куратор практики – слесарь и ремонтник Владимир Глумных. В течение месяца он будет учить Никиту о зам своей профессии. Наша работа – ремонт оборудования нефтяного, мелкого оборудования, замена каких-то деталей, ПЗУ. Здесь ремонт такой небольшой. Никита на Ямале уже бывал. Летом. А вот так, чтобы зимой в мороз. Впервые. Но погода парня не испугала. Первые впечатления и от месторождения, и от людей, которые здесь трудятся, исключительно хорошие. Я уже не первый раз на Ямале, но зимой, конечно, первый раз. Конечно, от коллектива создалось такое довольно-таки позитивное впечатление. Люди здесь, правда, делают эту атмосферу, в которой хочется работать. Практику в «Ноябрь с нефтегазе» студенты проходят регулярно. Летом, в июне, июле и зимой, в январе и феврале. Ежегодно «Газпромнефть.Ноябрь с нефтегаз» принимает на практику порядка 250 студентов из высших и среднеспециальных учебных заведений. Мы работаем с ведущими нефтяными вузами, такими как Российский университет нефтегаза, Уфимский, Санкт-Петербургский университет, Тюменский нефтегазовый университет. Приоритетными для нас являются специальности разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, геология нефтегаза, машинное оборудование нефтяных и газовых промыслов, проектирование и сооружение газонефтепроводов, газонефтехранилищ. Производственная практика для студентов – это отличная возможность познакомиться со спецификой нефтяного дела и научиться работать в команде. А для самого предприятия сегодняшние практиканты – это потенциальные работники в скором будущем. В случае успешного прохождения практики, после окончания университета, эти ребята будут приняты в «Непснефтегаз» в качестве молодых специалистов. Ольга Попова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Как я провел новогодние каникулы, под таким названием прошел корпоративный фотоконкурс среди сотрудников «Газпромнефть» «Ноябрьский нефтегаза». В нем приняли участие 25 работников компании, которые прислали на суд жюри более 150 фотографий. А вот оценивало работы руководство компании. В итоге в дополнительной номинации приз зрительских симпатий победителем стал Руслан Ахмедзянов, ведущий инженер отдела главного механика. Третье место занял Александр Матющенко, начальник отдела геологического контроля бурения. Вторая – Анна Лысенко, начальник отдела развития и подготовки персонала. А лучшей работой признана фотография с павлином Кирилла Баткалова. Он заместитель начальника по авиаперевозкам. Он получил главный приз – четырехместную лодку для путешествий. Сейчас снято в республике Доминиканской республики. На территории отеля там есть природный утолок, парк. Не только павлины, там фламинго, всякие водоплавающие, попугаи, вараны. В общем, очень много живности, поэтому было что снимать. И в завершении выпуска коротко о спорте. Футболисты питерского «Зенита» продолжают подготовку к стартующему в этом месяце сезону. Вчера команда провела очередной товарищеский матч с польским «Гурником». Всю игру подопечные Илчана Спалетти владели инициативой и заслуженно победили 1-0. Единственный мяч на 57-й минуте забил Владимир Быстров. Но самым неожиданным стало то, что по ходу поединка «Зенит» не произвел ни одной замены. Специалисты считают, что это говорит о том, что питерцы уже определились с основным составом и начинают наигрывать его в преддверии встречи в Лиге Европы с английским Ливерпулем. В эти выходные мини-футбольный клуб «Газпромнефть» проводит на домашней арене спорткомплекса «Зенит» очередные матчи чемпионата России. Первая лига «Зона Западная Сибирь». На этот раз в гости к нам приехали аутсайдеры группы «Нефтьюганский Спартак». Игры пройдут и в субботу, и в воскресенье. Начало встреч в 12 часов. Отметим, что «Газпромнефть» ведет борьбу за золотые медали и просит болельщиков прийти и поддержать свою команду. Таковы новости пятницы. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего доброго, хороших выходных и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 2 февраля в Салехарде облачно, без осадков. Ветер южный, температура минус 18 градусов. В Муравленко переменная облачность, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, температура 17 градусов мороза. В Ноябрьске без осадков, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура 19 градусов ниже 0.